Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Вчера состоялся классный товарищеский матч между мастером ИДФ, чемпионом Африки Вильямом Чинзеви из Замбии и международным гроссмейстером Евгением Кондраченко из белорусского города Гомель. Друзья, хочу принести свои извинения за два момента. Во-первых, вчера не было слышно Евгения, потом стало не слышно меня. Потом, друзья, еще я не хотел подсказывать Евгению, честно говоря, но в итоге болел за него очень сильно, переживал. Ну и, как говорится, азартен парамоша, стал подсказывать. Конечно, качество моих подсказок было очень низким, так скажем. Чем может помочь кандидат мастера-гроссмейстеру? Но все равно это было некрасиво, и, друзья, я приношу свои извинения, впредь подобного больше не повторится. Во время товарищеского матча нельзя никому подсказывать. То есть мы иногда с Владиславом Шипиловым и Иваном Смурковым играем на стримах, в турнире мастеров, в турнирах на лид-драфт и подсказываем друг другу. То есть я считаю, ну это можно как бы во время стрима, то есть мы друг друга чему-то учим новому, и вы обучаетесь за счет просмотра наших видео, то есть учитесь чему-то новому. Я считаю, что это нормально. Но во время товарищеского матча подсказки нежелательны, нельзя подсказывать. И, друзья, я все-таки прошу прощения, извините. И, друзья, хочу выразить благодарность одесскому шашисту Ярославу Гончаренко. То есть он вчера как раз помог мне, подсказал, что надо перезапустить стрим. Когда не стало слышно меня и Евгения, я перезапустил и все заработало как надо. И, во-вторых, он как раз отметил, что подсказывать во время товарищеских матчей нельзя. Ярослав, спасибо, что указал на это. Да, это правильно. Ну и, друзья, еще один момент хочу отметить. Вчера подписчик Владимир Самарин, я его, видимо, не так понял. Сегодня он развернутый комментарий написал и объяснил свой комментарий. Вчерашний я вчера вспылил немного, тоже приношу свои извинения лично Владимиру. Владимир, извините. Если немножко погорячился, надеюсь, не держите на меня зла. Я на вас точно зла не держу, без обид, как говорится. И последнее. Сегодня посмотрел видео. С 24 февраля, друзья, у меня было подавленное настроение. То есть, продолжается непрекращающееся убийство русских, украинских людей. У меня настроения, честно говоря, просто нету. Депрессия сплошная. И сегодня вот увидел видео на канале «Надежный журналист». Можете посмотреть его. Ссылочку оставлю в верхнем правом углу. То есть, на этом канале в Закарпатье украинские женщины вышли, так скажем, на забастовку против вот этого убийства непрекращающегося и украинских, и русских людей. Все-таки, друзья, я вижу свет в конце тоннеля, какая-то надежда появилась, что это все рано или поздно закончится. То есть, и русские люди, и солдаты массово начинают отказываться от участия в этом убийстве. И украинцы начинают тоже что-то понимать. Меня это радует. Мы не враги друг другу. То есть, рано или поздно эта бойня, эта мясорубка закончится. И меня это радует. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры создавал DimaTorzok